Анкара рассчитывает договориться с Москвой о приостановке наступательных операций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб и обведении режима прекращения огня. Об этом в преддверии переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган. Вместе с тем он подтвердил, что попросил Соединенные Штаты направить Анкаре боеприпасы для операций под Идлибом. Самит должен состояться в Москве в четверг. В Кремле отметили, что ожидают добиться, цитата, «единого понимания причин кризиса». Политолог Алексей Малошенко уверен, что переговоры будут непростыми. Договориться только можно по частностям. По тем территориям, где происходят столкновения по использованию тяжелого вооружения, авиации и так далее. Очень тяжелый, это будет разговор, и в нем будут принимать участие не только Путина и Эрдоган, но и военные, которые этим непосредственно занимаются. Надеюсь, что в отличие от пропаганды, это будет достаточно честный разговор. Но поскольку и Путин, и Эрдоган, я верю в этом отношении, в их честность, заявляли, что никакого прямого противостояния военного быть не может, то вот это некая основа для того, чтобы не то чтобы решить конфликт в Идлибе, но каким-то образом приостановить его развитие. Ситуация в провинции Идлиб обострилась в начале февраля. Анкара обвиняет Дамаск в убийстве турецких солдат и нападениях на турецкие пункты наблюдения за обстановкой в зоне деэскалации. В ответ Турция наносила удары по правительственной армии, заявляя о готовности вытеснить ее из региона.